Известный писатель и журналист Юрий Поляков посетил столицу Приволжья. В рамках визита один из самых читаемых авторов России, прозаик, публицист, драматург и поэт, провел встречу с нижегородскими представителями творческой интеллигенции. В преддверии юбилея Максима Горького Юрий Поляков дал старт всероссийскому конкурсу «Талант. Вот что нужно герою» о наследии великого русского писателя. Нужно чаще о Горьком писать. И вот то, что сегодня дали старт этому конкурсу на журналистские работы в юбилейный год, тоже привлечет внимание. Ну а литературная газета никогда не забывала Горького. Свою профессиональную деятельность Поляков неразрывно связывается с творчеством Максима Горького и даже внес лепту в дело сохранения памяти о писателях мировой величины. В долгие годы на логотипе литературной газеты отсутствовал профиль Горького. Его брали в 90-е годы, когда сознательно пытались снизить интерес читателей к произведениям этого автора. Заняв пост главного редактора литературной газеты, Юрий Поляков первым делом начал настоящую борьбу со возвращением профиля Горького на странице издания. Три года стараний и, как итог, Максим Горький на своем исконном месте. Интерес к Горькому еще связан с тем, что мы во многом вернулись к той самой и социальной, и нравственной проблематике, которая волновала Горького. Многие его вещи, которые, скажем, мне в советские времена казались давно ушедшим в прошлое, они вдруг сейчас оказались опять реальностью, опять жизнью. Нижегородская область, как родина Максима Горького, готовится широко отметить 150-летний юбилей писателя. До праздничной даты еще целый год, но работа уже вовсю кипит. Мы очень много делаем различных событий, готовим, они уже проходят. Реставируем в музее предметы, ценности. Готовимся к тому, чтобы сделать поддерживающий ремонт в зданиях, где бывал Горький. Проводим фестивали различные. Вот сегодня мы обсуждали тему будущего года, например, проведение в Нижнем Большого книжного форума, такого, какой проводится на Красной площади. И совершенно точно, что при такой подготовке Нижний Новгород отметит юбилей великого русского писателя, как никакой другой город.